С момента появления первого электромобиля прошло 174 года. Несмотря на свой солидный возраст, это авто стало привлекать внимание на потребительском рынке недавно. Сейчас новые модели способны преодолевать 270 километров без подзаряда. В России производство электрокаров находится пока на начальном этапе. По данным ГИБДД, на территории региона зарегистрировано 465 тысяч автомобилей. 13 из них оснащены электрическими двигателями. Причин небольшого количества несколько. Дороговизна, отсутствие зарядной инфраструктуры и информации о плюсах приобретения машины. Как продвигать и развивать инфраструктуру экологически чистого вида транспорта, разбирались ульяновские представители правительства, депутаты, профильные специалисты. Применение электрокаров включено в проект стратегии развития транспортной системы до 2030 года. Отдельно подготовлена дорожная карта по развитию электромобилей. Утвердить её планируется в ближайшее время. Документ включает в себя несколько пунктов. Это стимулирование покупки электрокаров населению и организации. Тем более, что с 2020 года владельцы транспортных средств будут освобождены от налога. Второе – уменьшение стоимости приобретаемых авто. Мы предлагаем обратиться в правительство Российской Федерации с предложением об отмене ввозных таможенных позже на данные автомобили, что, конечно же, значительно позволит снизить стоимость электромобилей. Третий пункт – создание зарядной инфраструктуры. Предлагается установить 10 станций быстрой зарядки на территории региона. Площадки для их размещения готовы предоставить предприятие «Роснефть» на автозаправках. Анна Тищенко, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ.